Конечно же, все вы слышали про стволовые клетки. Это такие особые клетки в нашем организме, которые при воздействии внешнего стимула, например, гормона, превращаются в другие клетки, выполняющие специфические функции. Такие превращения мы называем дифференцировкой. Например, все клетки крови, например, лимфоциты, тромбоциты, эритроциты образуются из клетки одного типа. Эта клетка называется гемоцитопласт. Интересно, как же происходит превращение стволовой клетки в дифференцированную? В этом превращении виноваты гены. Самое интересное, что набор генов абсолютно одинаков во всех клетках нашего организма. Каждая клетка содержит примерно 20 тысяч генов, а клетки разные, а гены во всех клетках одинаковые. Как же такое может быть? Все просто. Дело в том, что в каждой клетке работают не все 20 тысяч генов, а только их часть. И различия в клетках как раз и определяются тем, какие именно гены работают. Отсюда ясно, что когда стволовая клетка дифференцируется, изменяется набор генов, которые в ней работают. Одни гены, которые не работали, начинают работать, другие, наоборот, прекращают. Включение и выключение генов происходит в том числе за счет того, что, например, с генами связываются специальные белки, и они уже не могут работать. Интересно, что стволовым клеткам приписывают много чудодейственных свойств. Дескать, они продляют молодость, помогают излечиться от многих болезней. Последнее, конечно, иногда правда, но стволовая клетка такая же клетка, как и все остальные. Просто в ней выключены многие гены. И если мы возьмем дифференцированную клетку и определенным образом по воздействию всего на три гена, то она снова станет стволовой. Представляете, мы можем превращать дифференцированную клетку в стволовую. То есть, никакого скрытого потенциала в стволовой клетке нет. Чудес не бывает, а наука есть.